Мне так хочется, чтобы Сэмплэй заметил меня, но он никогда не обращает на меня никакого внимания, и я перепробовала уже всё, что могла. Йондэри! 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 Йондэри симулятор, дамы и господа. Да, ребятки, сегодня мы с вами продолжим смотреть анимации по Йондэри симулятору. Прошлая часть реакции на анимации вам очень понравилась, вы даже прислали некоторые анимации в комменты, некоторые из этих анимаций я сегодня посмотрю. Я даже так скажу, в конце видео вас будет ждать сюрприз. Ну а если вы хотите, чтобы я его не вырезал, то обязательно поставьте лайк под это видео и подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну а мы начинаем. И первая анимация, которую мы сегодня посмотрим, называется Йондэри симулятор анимэйшн. Это не период, мам! Я тоже не понял, что означает название. Там даже не период, а фаза, но я думаю, это будет в контексте периода. И давайте посмотрим на эту анимацию. И что-то мне подсказывает, что... Да, здесь будет озвучка. Ладно, я надену наушники, и мы начнем заново. Так. Господи! Бог мой! Что? Это какие-то скетчи? Ну это, кстати, Жиза. Особенно жизненно это было, когда я сломал целиком просто Йондэрку. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите. Ссылочка будет... Куда бы мне разместить ссылку? В подсказках, может быть, может быть, в описании. Может вообще видео на канале нужно искать. Я не знаю. Но на самом деле это реальная Жиза. Так, что у нас дальше будет? Эм... 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 А, я понял. Мама говорила, что это всего лишь период. Но это не период. Я через это не перерасту. Это то, кем я являюсь. Мам! Это просто мое лицо. Вот это... Явно не было в Йондэрке. А Яна, когда вступила в оккультный клуб или типа того... Я не понял, но было весело. Так. Вау. Она... Она мяукает? Че? Ну, это неправильно, но дай мне насрать. Так, знаете что? Давайте включим немножко цыганских фокусов, чтобы нам было проще это смотреть. Прямо сейчас напишите в комменты фокус, цыганский фокус, хэштег фокус, все что угодно, связанное с фокусом. Можете написать фокусную историю. Вам нужно сфокусироваться, понимаете? Не понимаете? Ладно, неважно. Я думаю, что многие из вас уже успели написать фокус. И смотрите. Опа! И это же... Это же... Школа пожирает мою душу. Это же русская озвучка. В темные дни периода. По-прежнему не просто период, мама. Это получается продолжение первого скетча. Окей, это забавно. Убивалось на 5%? Я убил человека. Я убил человека. Что? Я... 5%? Я должен убить больше людей. Что происходит? Какие проценты? Что-то я этого не понял. Либо все это время в яндыре-симуляторе сверху были какие-то проценты, которые на что-то влияли, и я их не видел. Либо эту штуку вырезали давным-давно, и я не просто не знаю. Какие-то проценты влияют на убийство людей, и я не знаю, какие проценты. Я попью чайка, для меня это все слишком похоже. Ставь лайк, если же за. И вау, у этого же самого чувака есть перевод другой анимации от этого же аниматора. И я не могу пройти мимо. Мне понравилась первая часть, давайте продолжим. Время превращения в мою истинную форму. Ааа, черт подери, я опять облажался. Что? Какая нахрен истинная форма? Ладно. А, он, видимо, пытается прическу сменить. Время превращения в истинную форму. Так. Аааааааааааааааа Супер Саян. Что? Заметь же меня сэмпай. Я просто... Как, как сэмпай тебя может не заметить. Вы просто посмотрите на эту прическу прямиком из аниме. Анимешечки. Я нанил, столько много клея. Ты знаешь, как много времени уходит на такую прическу? Вечность! Ты просто посмотри! Я как Бюджета! Что? Сэмпай! Грёб... Чёрт подери, Сэмпай! Прими же меня! Прими же меня! Где они бегают? Это школа? Прими любовь на мече... Грёбаной... Смертью! Да! Нееет! Э-э-э-это... Нееет! Она убила Сэмпай, серьёзно? Да! Да! Получилось! Получилось! Так же я застрял в его одежде... Но получилось! Ну это же так... О, да, Сэмпай! Подождите, а как... Как? Как вы убили Сэмпай? Я никогда тебя не брошу! Буквально не брошу, так как я застрял! О, господи! Ладно, это были крутые анимации, я даже оставлю на них ссылочку в описании, если я не забуду. А если я забуду, напомните мне, пожалуйста, в комментах ссылки оставлять! У меня кретинизм! Я забываю иногда! Мне страшно! Но так же мне страшно смотреть вот такие вот анимации. Что это? ММД! Кис! Яндери Чан! Икс! Сэмпай! Миллион просмотров это видео набрало! Что там будет? Вот всегда, если в начале есть ММД, то это чаще всего что-то нечто упоротое или неловкое. Вот давайте посмотрим, это будет упорото или неловко. Я почему-то уверен, что это будет именно неловкая анимация. Так? Сидит Сэмпай просто вот так вот. Забаговал немножечко. И это чё, дергает? Сидит Сэмпай. Сидит Сэмпай. Просто вот так вот подходила, знаете ли. А потом попыталась меня засосать, то я бы в неё что-нибудь воткнул. Я бы, не знаю, камень где-нибудь рядом нашёл и шарахнул её. Потому что, потому что это, мать его, было страшно. Ну ладно, давайте досмотрим. Ты её ударишь? Что? Да! Нет. Нет! Вот к чему была эта музыка? И прям в душу мне смотрится. Нет, чё-то как-то это страшно. Я после этого спать не смогу. Просто мой ключ. Ну или вот в интернете можно встретить очень много анимаций, которые сделаны в Гатча Лайф. Я не знаю, зачем люди делают анимации в Гатча Лайф, но они существуют. Смотрите. Вы мне не верите? Вот. Они есть. Смотрите. Правда, тут почему-то пол фпса, даже не один фпс. Тут 0,3 фпса. Держите от меня подальше! Н-не-не-ет! Подожди! Вау, даже это санимировали. Круто. Это не так плохо. Она знает правду обо мне. А, он знает правду обо мне. Это Яндери, получается, говорит. Снэп мод включается. Ну, это, кстати, не так кринжово, как основная часть анимации, созданная в Гатча Лайф. Там обычно лютый трешак, а тут просто автор сделала снэп мод. Санимировала его. И чё, дальше тоже ты всё санимировала? Я думаю, это стоит смотреть на скорости Х2. Вот так вот. Да, вот фпс вырос. Вот так уже смотрибельно. Правда, не то, чтобы это супер-мега-качественная анимация. Ну, ладно. Так, она сэмпай это убьёт. Я хочу до конца перемотать. Так, нет! И она такая, сделай это, сделай это, сделай это. И... и что? И всё. Ну, как бы, ладно. Хорошо. Пусть будет. Я думаю, что самое время переходить к моему сюрпризу. Сейчас мы с вами посмотрим анимацию, которая была выложена на официальный канал Яндери Дева. И это анимация про детство Аяны. Правда, я немножечко опять за лайфхаклю всё это дело. Я включу версию с русским дубляжом. И тоже на этих ребят оставлю ссылку в описании, чтобы они не обижались. Ребята, перевод у вас вроде нормальный. Я посмотрел секунд пять, понял, что голоса нормальные. И решил показать вам эту анимацию тоже. Наушнички. Поехали. Так. Наконец-таки я узнаю, кто такая Яндеря. Вот это уже крифово. Так. О, господи. Так, у неё всё-таки, правда, какие-то проблемы. Я даже не знал, что у неё есть такая глубокая прописанная история. Я просто думал, что это просто персонаж без истории, без смысла. Просто весёлая девочка, которая убивает людей. Но нет, оказывается, у неё есть история. Вау. Я не понимала. Я слышала, как доктора сказали, что меня нельзя вылечить. Отчего? Они сказали, что я никогда не смогу стать нормальным человеком. Или жить нормальной жизнью. Я богат чайка попью, вы не против? Когда я стала старше, я поняла, что не так со мной. И что же не так с тобой? Я видела, как другие дети были счастливыми. А-а-а, я понял. Злились. Но я никогда этого не чувствовала. Получается, у неё какое-то расстройство, которое не даёт ей испытывать эмоции. И это, если честно, очень грустно с одной стороны. А с другой тоже грустно. Оу. Так, ладно. Я чувствовала лишь пустоту. Ну, с этого игра начинается. Это мы знаем. Мой отец отчаянно пытался помочь мне. А я думаю, можно как-то это вылечить. Она была не такая, как папа. Катя. Она совершенно не беспокоилась. Она сказала, что была похожа на меня, когда была ребёнком. Вот как. Получается, эта штука досталась ей от мамы. И, кстати говоря, ребятки, вроде как на канале Яндери Дева есть анимации про маму Яндери. И если вы хотите, чтобы я сделал на них реакцию, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комменты. Если мы под этим роликом соберём много лайков, скажем, тысяч пять, то я обязательно сделаю на них реакции. Ну, а мы продолжаем. Получается, мама у неё тоже сумасшедшая. Она сказала, что однажды я встречу кого-то особенного. Она сказала, что однажды я встречу того, кто сможет заставить меня почувствовать. И она встретила. Отец не желал слышать слова моей матери. Ухотел нормального ребёнка, больше всего на свете. Так она нормальная, просто эмоций мало. Он делал всё, чтобы сделать меня счастливой. Блин, бедный батя, мне его жалко. Но ничего не помогало. Я никогда не чувствовала шею. Я никогда не чувствовала шею. Я не думал, что сегодня у нас в видосике будет такая депрессивная анимация. Но я чувствовала... Жалость. Жалость к этому несчастному мужчине. Бедный батя, вот действительно. Я не хотела, чтобы папа больше волновался за меня. Поэтому я начала вести себя, как другие дети. Я притворялась нормальной. Вот что-то я пропустил момент, в который это всё началось. Как она вообще поняла, что она не испытывает эмоций, если она ребёнок? И ладно, если она не испытывает эмоций, это могли заметить окружающие. Они попытались ей это объяснить. Но если она никогда изначально не испытывала эмоций, она даже не может знать, что такое испытать эмоции. И как она может их симулировать? Она просто мимикрировала под детей в какой-то определённый момент. У меня вопросы какие-то начинают странные возникать. Мой отец был счастлив. Мы, наконец, сможем быть нормальной семьёй. Но потом что-то пошло не так, да? Но... Я думаю... В самой глубине души он знал... Что я притворяюсь. Так он мог это проверить легко. В школе. Остальные дети издевались надо мной. Они запугивали меня, потому что я была не такая, как они. Эээ... Просто ты не реагировала на тупые шутки. Не злилась, не грустила, не плакала. И они такие... ХА! ФРИК! Серьёзно. Хотя, зная детей в школе, возможно, всё. Так. Хорошо. Это было... Неловко. Нет, это было не неловко. Это было ужасно, я думаю. Я понимала, что если я хочу, чтобы ко мне относились должным образом, я должна вести себя, как другие дети. Так, ты вроде как и так уже вела себя, как другие дети. Я стала притворяться нормальной. И они прекратили. То, что человек не испытывает эмоций так, как другие люди, это не то, чтобы прям совсем ненормально. Они делают из неё прям психичку. Если бы у неё было какое-нибудь депрессивное расстройство или раздвоение личности или что-то типа того, вот там, да, она ненормальная, но она просто испытывает эмоции меньше, чем другие люди. Как мы узнали раньше, она испытывает какую-то кроху эмоций, но она не похожа на других детей. Но я не думаю, что она прям ненормальная. Я поняла, что всё было бы проще, если бы я стала вести себя как нормальный человек. В итоге... Я начала притворяться нормальным человеком каждый час каждого дня. Это грустно. Я притворялась дружелюбной. Делала вид, что у меня есть хобби. Изображала, что мне не плевать на чужое горе. Но всё это притворство. Ничего внутри. Оно убивало тебя, да? Лишь одно чувство. Пустота. Грустно, но непонятно. Я осознала всю тяжесть моего недуга. Ведь я хотела увидеть все краски жизни, как и другие. Хотела ощутить радость. И испытать горе. О, господи. Я старала заставить себя ощутить что-либо. Вину. Стыд. Сожаление. Получается, она начала творить какую-то лютейшую хрень, чтобы попытаться выжить из себя эмоции. И она не могла с этим смириться. Но всё равно достаточно проблематично понять, действительно ли это может человека так сильно гложить, если он с рождения этого не чувствует. Ведь если человек рождается с каким-то недугом, скажем, он ничего не видит, его это так сильно не гложит, потому что он же ничего и не видел. Он не может понять, что такое видеть. Для него это что-то непонятное и странное. Вот так и для Индерри эмоции должны быть какими-то непонятными и странными. Но её это гложит. Где-то глубоко внутри. Хотя по идее... Я просто хотела почувствовать хоть что-нибудь. Так ты чувствуешь желание чувствовать! У тебя есть какая-то эмоция, у тебя есть какой-то гнев или грусть от того, что ты ничего не чувствуешь. Следовательно, ты что-то чувствуешь. Дело раскрыто. Вот что я хотел сказать. Я смог сформулировать свою мысль. Что угодно. Нет, 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 не трогай кису. Она сумасшедшая, она просто отбитая на голову. Безуспешно. Ох, какой кошмар, какой кошмар. Неважно, как далеко заходила. Я ничего не чувствовала. Ты можешь почувствовать боль, по идее. Уже тоже хоть какая-то эмоция. Её мать её с ума сводила. Так, а какие советы были у бати? Почему батя ей ничего не советовал? Батя просто её одаривал подарками и пытался пробудить в ней эмоции, но не пытался разобраться в причине. Он лечил симптомы, а не саму болезнь. Это немножко странно. Я думала об этих словах. Но реалистично. Всё время. Это было единственное, чего я ждала. Кошмар. Это довольно крипово жить в ожидании человека, который что-то там внутри тебя заполнит и решит все твои проблемы. Единственная причина, чтобы не сдаваться. Встретить человека, который сможет спасти меня. Я думаю, по этому сюжету можно... Да почему? Она говорит вместе со мной. Так вот, по этому сюжету можно фильм неплохой снять, я думаю. Но разработчик сделал игру, что тоже круто. Правда, в игре сюжета нет. Почему он об этом не рассказал в игре? Хотя бы какими-нибудь заметками в дневнике или типа того. Вообще, лора в игре почти нет. И меня это смущает. Ну окей. И однажды... Опа, там Асана. Я её видел. Ай, ай, ай. А я тебя спалил. А как она что-то почувствовала? Они просто столкнулись. У меня чай закончился. какая романтика это все мы в игре видели что-то он как-то затянул эту сцену а ну дальше просто а что простите а я понял она дальше будет собирать объекты которые связаны с сэмпаем она как сумасшедшая будет вон я там видел она огрызок его собрала где-то куда он съел яблоко она собрала огрызок после этого она стала сходить с ума какой мать его кошмар просто жесть я не могу его упустить я обязана его защитить себя защите его стать моим я не позволю никому забрать его он нужен мне кошмар это все он стоит любой жертвы нет остальное неважно вот меня вообще вся ситуация смущает она его любит настолько что готова убить кого угодно ради него но при этом она не понимает что он может быть с ней не счастлив это крайне эгоистично кто больше не имеет значения имеют значения другие люди будет только моим а если с тобой ему будет плохо ты об этом не думала выбора хреново что ж ребятки вот такая вот анимация теперь мы знаем о яндере чан гораздо больше если вы хотите узнать еще больше вы можете поставить лайкосик под этим видосиком и подписаться на мой канал с вами же сегодня был фокс нео который сейчас находится в абсолютном шоке если честно и увидимся